Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Услушаю вас. Алло. У вас очень плохо слышно. Алло. Да, слышно. Слушать так лучше? Да, слушаю. Скажите, интернет-факу, 10 минут назад совершали? Нет. Не совершали. То есть магазин Эльдорадо не совершали покупку, верно? Я там вообще никогда ничего не покупал. Я вас понял. Скажите, а у вас есть доверенные лица для родственников, у кого есть доступ к нему кабинета, который может совершать для милиции? Да нет никого. Нет никого, да? Что случилось? Я вам понял. В таком случае я вам дожден вам сообщить, что произошла компрометация вашей персональной информации. То есть третий лицо сейчас умеет дождь к нему кабинету. Нам необходимо будет сейчас решать данный вопрос, выобщать сейчас со службой безопасности. Мы будем сейчас локализировать данную проблему. Я буду составлять заявку на правоохранительные органы по факту мошеннических действий. В первую очередь нам необходимо понять, откуда произошла утечка информации. А что, деньги списали, что ли, у меня с картой? Смотрите, дело в том, что покупка была оформлена в расрочку. Вот. Давая техника, сумма 609 тысяч 912 рублей. Значит, по вашим паспортным данным через личный кабинет была оформлена данная покупка. Ну, но она совершилась. Система банка приостановила данные. Тогда какие мошеннические действия? Ну, потому что был выполнен вход с незнакомого устройства. Пулачей знаком или родственники в Урбе? Нет. Ну вот, видите. Что это? Давали в свои партнерские данные, микрокредитные организации, финансовая компания, ломбарды. Может, когда-то сдавал, откуда я уж не помню. Карты нашего банка, либо другого банка не теряли после этого времени? Нет. Нет, не теряли. А какой банк-то еще расскажите? Звербанк. А, нет, у меня там всего там рублей 200 на счету лежит. У меня все деньги в другом банке. Смотрите, ваши паспортные данные одни и те же же в другом банке. Если вы пользуетесь активно другим банком, у нас просто соединятся с Безопасностью данного банка, потому что по факту мошеннических действий необходимо оповестить наши банки-партнеры. Для того, чтобы сработать на опережение, чтобы мошенники не были. У меня в России хозбанки деньги не снимут, потому что у меня там счет со счета верификации, двойная защита. Плюс у меня карты нет этого банка. Я пользуюсь НФЦ-кольцом. Смотрите, это все замечательно, но если мошенники находятся в отделении банка, они в сгоре с 3-ми лисицами, то они могли совершать вход за своего банковского компьютера. То есть они перехватывают код, устанавливают. Я вижу, что у нас просто поступало на номер с окончанием 2440. Поэтому вы были в курсе. Мы стали подополнить ему номер по вашему старому. Номер с окончанием 0525, с которым я со мной общаюсь. Переходы было установлено перефацией. Другой номер телефона. Необходимо пересраховать ваш лицевой счет в Сверхбанке и в Российскосбанке. Ну, Сверхбанк не наклеивать. Пускай туда лезут, туда хотят. Там я уж, наверное, года два туда не захожу. А в Российскосбанк я завтра съезжу после работы. Смотрите, прямо сейчас происходит действие. Я думаю, что до завтра могут... Ну, а что от меня нужно? ...правомерные списания. Сейчас заполняем заявку. Я вас соединяю с Российскосбанком. Ага, ну давайте. Пожалуйста, у вас там сберегательный счет? И счет, и брокерский счет. И у меня банковская ячейка. Угу. А какая ячейка у вас походу? Банковская. Банковская ячейка. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, где ее когда в последний раз пользовались? Банковская ячейка? Счетится? Ну, нет. Ну, неделю-две назад ездил в банк. Угу. Скажите, возможно, сотрудники банка задавали какие-то там личные вопросы? Ну, как сотрудник банка может попасть в банковскую ячейку, если один ключ у него, а второй ключ у меня? Я понимаю. Сотрудник, который вас обслуживал вообще в принципе. Для ничего. Он зашел в банк, сказал, что мне надо в хранилище пройти. Прошли в хранилище, открыли. Он ушел. Я там поковырялся и минут 10 вышел. Хорошо, я вас понял. Так, подскажите, пожалуйста, по вашему сдвигательному счету, когда вы им пользуетесь? Да я практически не пользуюсь. То есть, как было зачисление, пополнение от России еще раз, так и не пользовались, верно? Угу. Еще разок. Не подозрев. Извините, отвлекли. Вот как открыли его, как было зачисление на счет? Ну, бывает, что-то зачисляю туда. То есть, пополнение последней трансы, да? Да, уж не помню, когда последняя трансы. А? Когда было? Да, я не помню. Полгода, да. Ну, нет, поменьше. Ну, может, недели три назад. А, три недели назад. Хорошо, я вас услышал. Укажите пример на остаток, после пополнения. Данная сумма будет... Больше миллиона, наверное. Вот, миллионов рублей. Хорошо, я вас услышал. Скажите, дебетовая, кредитная карта... Нет, нет у меня. По звонке имеется? Нет. У меня кольцо, смс-кольцо, отдельная программа. Угу. Я вас понял. Хорошо, цифр, пожалуйста, официально трудоустроен? Ну, как, естественно, у меня и по-свою. Хорошо, я вас понял. Пожалуйста, через карту у вас жар проходит, чтобы мы указали... У меня нет карты, я же вам сказал. У меня нет карты. Ну, что, я понял, что... Есть такое... Есть такое... Есть такое... Есть такое... Есть такое НФЦ-кольцо. Вы когда-нибудь телефоном расплачиваетесь? Я понял. Ну, вот, у меня нет карты. Зачем мне карта нужна? Хорошо, то есть... А к кольцу подвязана виртуальная карта? То есть счет? И счет, банковский счет подвязан к кольцу. Приложение на телефоне отдельное. Угу. Хорошо, я вас услышал. Подскажите, сумма дохода 50 тысяч рублей у карты на машине, какая-то корректная? Корректная. То есть по вашу счету, по зарплатному 50 тысяч рублей в месяц, да? Ну, по... Когда 50, когда больше я... У меня гонорары, у меня нет зарплаты. Ага. Ну, я просто от ваших слов указываю под запись разговора информацию, для того, чтобы старая информация, естественно, некорректная. Я общаюсь с клиентом банка, вы как владелец счета указываете корректную информацию. Ну, естественно, как уверен. От 50 до 100 до скольки? У меня гонорары. Знаете, какой гонорар? Да, конечно. Ну, вот. Ну, в среднем просто. Ну, я вам не могу сказать в среднем. Как может быть гонорар в среднем? Ну, допустим, за квартал, условно говоря, мне средняя зарплата. В один месяц может быть 3 тысячи рублей, в другой месяц может быть 800 тысяч рублей. Вот теперь средняя вычтена. Попробуйте. Все зависит от проделанной работы. В определенный период времени. Я могу эту работу полгода делать, а потом заплатить мне за эти полгода, по результату работы выполненной. Хорошо. Вы знаете, а чем вы занимаетесь? Оказываем услуги населению. Еще раз. Оказываем услуги населению. Что население? Оказываем услуги населению. Ага. Все, я вас услышал. Все, больше вопросов не заберу. Извините. Лично? А, хорошо. А, услуги юридического плана. Так что ты разводила хуй его. Иди-ка ты нахуй. Хохол ты ебаный. Услышал? А, я вас... Да, слухо слышу. Ахохол ты, пожалуйста. Оказываем юридические услуги населению. Так что ты, хохол, иди нахуй. А, в смысле, почему меня отправляет? А потому что, блядь, разводила, блядь, разводная банкина. Что я разводила, блядь, в своем у меня? Да и в своем. О чем вы разговариваете сейчас? То есть, если вам, брат, я хочу вам помочь, у меня какие-то претензии. Ты себе помоги. Что? Себе помоги. У тырах, блядь. Что значит тебе помоги? Да потом, а уж что? Помогать не надо, у меня все замечательно. Да ничего тебе не замечательно, блядь. Сидишь, блядь, людей, бабушек разводишь, замечательно. У тебя хоть на маршрутку деньги-то есть, замечательно, блядь. Да, каких бабушек, что за разговор пошел, я не понял. Вы общаетесь? Да все ты прекрасно понял. Если у вас какое-то недоверие, я вас не могу сказать. Нет, конечно, какое-нибудь тебе может быть доверие. Банковский сотрудник, служба безопасности банка. Этот развод уже давно известен. Зачем мне его читать, если там ни слова нет, а банковском обслуживании, а служба безопасности банка. А позвони мне с номера банка, Росельхозбанка, позвони. Ну могу вам заказать звонок. А ты мне не надо заказать, ты мне вот сейчас скинь и позвони. Ну и что, ну, свяжусь с вами. Ну? Ну, здесь, если вы будете отказываться сотрудничеству с банком... Да ты уж мне за месяц, наверное, пятый или шестой звоните, нахуй. Ну и что? Ну и что, блядь. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, за этот месяц. У вас хоть копейку украли? Так потому что я нахуй посылаю таких, как ты, мы украли. Ну, причем здесь таких, как я. Я сейчас с вами общаюсь нормально, корректно, уважительно. Ну а я с тобой, нет. Ты, пожалуйста, вас запрашивали какую-то секретную, конфиденциальную информацию? Так я потому что нахуй посылаю, нет. Вот предыдущие люди. Ну, я не знаю, вас спрашивали, что? Целокод, вот где-то, пин-код от карты. Нет. Я не знаю. Один раз стали спрашивать. У тебя с ними поиграл, вот так же вот. Один раз, что ты имеешь, да? У меня имеешь шувавый склад Манушкина. Какое слово? Это не тебе, ёпты. Вот плохо спутишь, что я. Ну, смотрите, ну я же вас ничего конфиденциального не спросила. Заполняю заявку, а что вам помочь? Да ничем ты не можешь мне помочь, чем ты не можешь помочь. Что значит, у вас сейчас производится конфиденциальная покупка в вашем паспорте. Да, точно, покупка, мать. Если вас это не интересует, у вас 8 миллионов на вашем счету. А что тебе сказал, что у меня 8 миллионов на счету? Что? Кто тебе сказал, что у меня 8 миллионов на счету? Ты что, придурок, ты плохо слышишь? Так вы же сказали. Я сказал, больше миллиона. А больше миллиона? Ну, не прослушивай. Ну, ты же правильно. Хорошо, я указываю тогда больше миллиона. Укажи, укажи. Хохоу. Хорошо. Да не старайся, Хохоу. Не старайся даже. Какой Хохоу? А кто же ты, да, гыкаешь нам. Что? Гыкаешь, говорю мне. Ну, послушай, ну, если мы будем в таком тоне общаться дальше... Так, да, а в таком тоне и будем. У нас ничего не получится. Да не думаю. А почему? Я вам дал провод какой-то, я не понимаю. Да все-то понимаю. Ну, что с вами? Да ничего со мной, все со мной нормально. Все нормально вообще. Взрослый человек. Скорблайте мне знакомого. Ну, вроде. Взрослый человек. Нормально с вами общаюсь. Мошенников, нахуй, посылаю. Ой, мошенник. Только вы посылайте. Общайтесь сейчас с банками. Я сейчас заблокирую ваш свой счет. И ваш миллион сейчас уйдет на помощь украинской армии. Если вы хотите. Давай заблокируй. Бандеровец, ты хуй. Ты такой умный, мэй. Да, я такой умный, вот мэй. Что вы себе позволяете? Да что это себе позволяете? Укропов нахрен посылай. Вот сейчас наши действия произволятся. Вы так общаетесь с сотрудниками банки. Давай блокируй. Я просто хочу говорить заблокироваться. Блокируй счет. Блокируй счет. Давай блокируй. Блокируй счет. Откуда я знаю, что я общаюсь с водительством счет. Блокируй счет. В каком случае укажите ваше фамилию, имя, отчество. Говорите, голосовая, откажите. Ну, кому-то, ты же кому-то звонил. Ты, наверное, знаешь фамилию, имя, отчество нас. Так вы говорите. Давай говори мне фамилию. Я говорю тебе фамилию, имя, отчество. Ну, давай, давай, давай. Ну, говори мне фамилию. Фамилию, имя, отчество. Говори имя, отчество. Я скажу фамилию или наоборот. Олег Давыдович. Как, как? Александр Давыдович. Ну, ты дурачок, блядь. Это я, это я под таким именем, отчеством, у мошенников в магазине что-то заказывал, нахуй. Наверное, недели три назад, блядь. Кстати, в интернете эту запись можешь послушать. Хорошо. Украинская армия, блядь. Я не знаю. Вам Америка поможет, джавелинами украинской армии. Конечно, конечно. Конечно, говно скворечное, блядь. Это Владимир Путин, вы замерли отставали. Александр Давыдович, блядь. Время, что замерли отставать. Да не умирай, не умирай, говори нормально. Умираешь уже, блядь. Александр Давыдович. Александр, да не Александр Давыдович. А еще ли все разговоры с банком будем? Нет, не будет. Значит, закончили крылья-ракание. Да пошел ты нахуй. Я вас услышал. Услышал, я все бы понял. Это в сессании... Давай, я блокирую счет. Чтоб я не переживал. Это будет направлено в течение недели. До сессии. Прямо сейчас. Хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова